Известная фраза, что в каждом из нас живет ребенок. Да. Мы умиляемся этой фразе. Как это приятно. Даже некоторые свои жизненные глупости объясняют им. Ой, это не я, это у меня ребенок. Представим себе, что детство затянулось. И этот ребенок сильнее, чем все остальное. Уже вроде как и возраст, потому что пора. Мне кажется, что коллективная подростковость в Украине продолжается. А детям, как известно, свойственно то, что характерно было когда-то для, в эпоху традиционных обществ, мифосознания. Украинское общество вообще очень предрасположено к мифотворчеству и мифодизайну. В силу своего специфического устройства. И в силу того, что вот этот тонкий слой модерна, который сформировался за 20 век, сейчас, мне кажется, окончательно рухнул. Но дело не только в этом. Огромную роль в этом сыграла современная, очень быстрая, динамичная глобализация и современный медиамир. В котором возник такой фирмен, как медиакратия. Которая научилась работать с инструментами мифодизайна уже как технологией. Но одно дело, знаете как, это же как в случае с хулиганами. Если хулиган натыкается на человека, который может дать отпор, он это чувствует как усиками бабочка и отбегает. А если он чувствует слабость, он начинает хамить и требовать своего. Поэтому и мифодизайну подвластны далеко не все общества. К сожалению, современное украинское общество очень подвластно мифодизайну и новому мифотворчеству. С другой стороны, мы же говорим сейчас не о каких-то спекуляциях и обманах. Мы говорим о том, что наше общественное состояние, состояние нашего сознания массового, индивидуального, подвижено и работает в рамках тех архетипов и культурных кодов, которые характерны для доиндустриального сознания. Вот возник такой феномен, который я сейчас определяю как постмодернистское средневековье. Так как у меня нет достаточного материала, чтобы утверждать, с чем еще сравнить, я готов говорить на примере украинского общества. Но предполагаю, что схожие процессы разворачиваются во многих обществах и в самых разных концах света. Давайте разбираться. Наверное, нам с этим стоит еще разбираться. Ну, для того, чтобы мы рассужденили в убителю, я приведу только один пример. Не случайная эпоха Марвел, комикс восприятия и новых сказок в сфере художественной. Это не глупость, это не дань времени. Это не только потому, что художники, владеющие компьютерной графикой, вдруг начали чем-то удивлять. Это еще и потому, что мы это начали потреблять. У нас есть спрос на подобного рода представление о мироустройстве. Как известно, миф связан прежде всего с специфическим способом упорядочивания представления людей о мире в форме образно-одушевленно-сюжетной форме живого мира вокруг тебя, в который ты включен и подвластен этого судьбе мира как року. С другой стороны, это что? Это герой, антигерой или что это? Добро и зло? Вот в такие категории все это вмещается? У каждой культуры формируется, естественно, своя история и культурное кодирование разнообразных представлений о устройстве мира, о силах, их именах. У нас есть тоже свое наследие, которое давно может быть забыто буквально в именах, но не всякие украинцы, наверное, вспомнят, например, славянских богов. Но дело же не в именах, а в том, что отражено в практиках на протяжении столетий, которые воспроизводятся в нашей повседневности. И учитывая, что ломает вот эту мифоформу жизни только рациональный модернизм, Украина очень быстро избавилась от этого наслоения за последние годы. Мы имеем дело с новым состоянием общества, в котором, оказывается, не укореняются политические идеологии, плохо функционируют институты, которые нам там так нравятся по развитым, мосмодернистским обществам Запада. Но почему-то живут и процветают все то, что связано с доиндустриальным миром. Я когда-то зло пошутил, что Украина, по-моему, готова даже к созданию министерства по гаданию пророчествам. Посмеются, но оно будет работать. Более того, это будет самое популярное, а в перспективе более богатое министерство, чем Министерство обороны. Ну потому что... Издеваетесь вы просто. Нет, я к этому отношусь серьезно. Просто только благодаря такому подходу можно найти язык для объяснения того, что с нами происходит вот в этот важный выборный, поствыборный период.